Центр Орла, улица 1-я Пушкарная, дом номер 14. Он вполне мог бы стать площадкой для съемок фильма про Вторую мировую или какой-либо другой исторической картины. Но наш визит сюда не по этому поводу. В начале 2000-х дом был признан аварийным и подлежащим расселению. Люди начали уезжать, но кто-то продолжает здесь жить до сих пор. Этот дом мог еще Дзержинского видеть. Его построили в 17-м году прошлого века. В веке нынешнем он долго оставался без внимания властей. Пару лет назад его было начали расселять, но из 14 квартир, которые есть в этом доме, в одной до сих пор топят печь. Несмотря на отрезок в стенах и осыпающийся потолок. Здесь живет семья Машкановых. Во всем доме остались только они. Ну вот моя квартира, которая сыпется. Могу вам показать. Вот щели в полу. Стена отходит. Наверху тоже все сыпется. Шлак сыпется кругом. Вот тут тоже щель сыпется. Стена отваливает. Это давно у вас, да? Ну вот уже, да, на протяжении четырех лет это все отваливается. А пришедшие морозы окончательно испортили и без того не очень-то комфортные условия. В трубах пустых и неотапливаемых квартир замерзла вода и поступать к Машкановым перестала. Холодной нету никак. То есть случилось это получается в воскресенье, да? В воскресенье утром, да. Обращались в разные компании мы. Обращались в администрацию, обращались в водоканал, обращались в диспетчерские, в управляющие компании. И нам все отказали. Управляющих компаний у этого дома нет, да и вряд ли появится. Дом расселен. Помощи семье ждать неоткуда. И переезжать им некуда. Квартира приватизирована. Город предложил за нее, как считает Галина, очень мало. За эти деньги они ничего приобрести не смогут. Нам изначально предложили подписать документы на квартиру или на деньги. Там был выбор, предложили подумать. И я подумала и решила, что я возьму деньги. А когда согласилась на деньги, мне администрация сказала, что будет выплата миллион двести. Так они оценили квартиру. Ну и вот я отказалась. В мэрии эту историю рассказали иначе. Говорят, что в этой ситуации жильцы аварийного дома находятся в том числе и по своей вине. Однажды Машкановым придется сменить свой адрес и искать жилье за те деньги, которые им предлагают. Вот только хватит ли их на то, чтобы новые условия проживания стали комфортнее? Большой вопрос. Олег Рудаков, Андрей Борискин, Телеканал, Первый областной.